Приветствую всех! Вы на канале Первая Раковая ТВ. И сегодня я вам расскажу о двух сборках ПК с бюджетом до 60 тысяч рублей на базе процессора Intel и AMD. И прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на канал и поставить видео лайк. Этим вы помогаете развитию канала и мотивируете нас делать больше интересных видео для вас. Начнем с небольшой пояснительной записки. Первое. Все цены на комплектующие указаны для Москвы. Страна у нас большая и цены от города к городу могут сильно разниться. Даже внутри одной сети магазинов. Поэтому берите это в расчет. Москва же у нас в роли эталона, как самый густонаселенный город страны. Второе. Я выбрал три сети магазинов, наиболее распространенных по стране, торгующих компьютерными комплектующими. Это у нас DNS, Online Trade и CityLink. Брал цены с трех магазинов, суммировал их и делил на три. Тем самым получал среднюю цену за каждый товар. Данная цена и будет фигурировать в итоговой стоимости. Также для информации привел цены с всеми нам известного забугорного магазина Computer Universe. Третье. Все полученные данные я собрал и структурировал в файле формата Excel, который вы сможете скачать по ссылке в описании. Начнем с сердца всей сборки процессора. Синий лагерь у нас представляет Intel Core i5-10400F. 10400F это младшая модель в семействе i5-10 поколения, построенной на архитектуре Comet Lake S по 14-нанометровому техпроцессу. Несмотря на устаревший по нынешним меркам техпроцесс, 10400F не отстает от конкурентов по производительности, а в плане энергопотребления и тепловыделения еще и даст форы. Ключевой особенностью 10-го поколения процессоров Intel стала поддержка технологии гипертрейдинга, позволяющая обрабатывать на каждом ядре процессора несколько потоков. А чем больше потоков, тем больше задач вы можете выполнить параллельно. Таким образом, под крышкой XTSTF вы найдете 12 потоков по 2 на каждое физическое ядро. Буква F в названии говорит нам о отключенном аппаратном видеоядре. Конкурентом из красного лагеря выступает Ryzen 5 3600, построенный на микроархитектуре Zen 2 по 7-нанометровому техпроцессу TSMC. За счет уменьшения техпроцесса и новой микроархитектуры, AMD в третьем поколении Ryzen удалось снизить энергопотребление и поднять однопоточную производительность, где раньше они сильно отставали от конкурентов из Intel. Ryzen 5 3600 стоит чуть дороже i5-10400F. В среднем его можно купить за 14-15 тысяч рублей. Но с учетом того, что материнские платы на AM-сокете традиционно стоят дешевле, то в комплекте процессор плюс мать стоимость их будет плюс-минус одинакова. Как и производительность в играх. На стороне Ryzen чуть лучшая производительность в рабочих задачах и возможность разгона как самого процессора, так и оперативной памяти. Ну и возможность дальнейшего апгрейда на четвертое поколение Ryzen. С Intel тут все сложнее. Апгрейд на 11-е поколение возможен, но только на топовом Z чипсете, как и разгон памяти. Вот только стоимость самых дешевых материнских плат на чипсете Z490 равняется стоимости процессора. Также бюджетные альтернативы на чипсетах H410 и B460 существенно урезают производительность за счет неспособности работать с высокой частотой оперативной памяти, выше чем 266 МГц. По итогу, если вы хотите просто купить, поставить и забыть, то Intel ваш вариант. У 10400F низкое энергопотребление и достойная производительность даже на базовых частотах оперативной памяти. Ну а если у вас руки чешутся что-то разогнать, то Ryzen ваш выбор. С помощью разгона процессора и оперативной памяти можно обеспечить прирост на 10-15%. Для интеловского процессора была выбрана материнская плата от компании MSI на чипсете B460 MSI B460M-A Pro. Это наверное самая дешевая материнская плата на B460 чипсете. Но дешевая не значит плохая. Тут у нас уже 5 фаз питания, армированный слот расширения PCI-Express 3.0 X16 для массивных видеокарт, имеется разъем M.2 с радиатором охлаждения и поддержкой NVMI накопителей, работающий по 4 линиям PCI-Express 3.0. Но за такую цену пришлось и чем-то пожертвовать. Так в данной материнской плате всего 2 слота под оперативную память, 1 4-пиновый разъем для подключения корпусных вентиляторов и отсутствует охлаждение зоны VRM. Для Ryzen берем материнскую плату от компании ASRock. Особо про нее сказать нечего, бюджетная мать выполненная в форм-факторе Micro ATX. Из плюсов у нас 6 фаз питания, что пригодится при разгоне, и наличие разъема M.2 с поддержкой NVMI накопителей. Ну и сразу ложку дегтя. Ни зона VRM, ни разъем M.2 не имеют радиатора охлаждения. А также как и в материнской плате для процессора Intel, у нас всего 2 слота под оперативную память и 1 4-пиновый разъем для подключения корпусных вентиляторов. Охлаждать процессор будет Deepcool Gamma Archer Pro, с заявленной способностью отводить от процессора до 110 Вт тепла. Основание кулера медь, радиатор алюминий. Обдувать все будет 120-мм вентилятор с максимальным воздушным потоком в 55,5 CFM. Разъем для подключения вентилятора 4 пин. По причине отсутствия радиаторов охлаждения, зоны VRM материнской платы, берем именно кулер горизонтальной конструкции. Так кулер, охлаждая процессор, за компанию будет обдувать под систему питания процессора, тем самым тоже ее охлаждая. Оперативная память представлена комплектом Patriot Viper Blackout. Две планки по 8 ГБ каждая. Работает комплект в двухканальном режиме на частоте в 3200 МГц. Оперативная память от компании Patriot давно себя зарекомендовала своей доступной ценой, неплохими характеристиками и возможностью разгона. В данном комплекте память набрана чипами Hynix C-Dye, которые обладают умеренным разгонным потенциалом. В память зашит XMP профиль на 3200 МГц при напряжении 1,35 В и таймингами CL16. И да, в сборке на Intel память не сможет работать на частоте в 3200 МГц, ввиду ограничений, о которых говорил ранее, и будет работать на частоте контроллера памяти процессора, равной 2666 МГц. Но так как в момент покупки это один из самых дешевых комплектов памяти, берем его, плюс будет возможность понизить тайминги. Эту возможность оставили даже в самом младшем чипсете H410. Из-за дефицита полупроводниковой продукции и резкого увеличения курса криптовалют, видеокарты в наше время – дорогое удовольствие. Так, по цене в нашу сборку за 60 тысяч рублей вписывается только GTX 1650. Даже не супер. И конкурентов в данном ценовом сегменте нет. Берем версию от компании Полит. Полит GeForce GTX 1650 Gaming Pro OC. Объем видеопамяти 4 ГБ. Маловато, конечно, для 2021 года, но куда деваться. Тип памяти GDDR6 с шиной данных в 128 бит. Видеовыходы представлены двумя дисплейпортами и одним HDMI. Охлаждаю все это дело два вентилятора диаметром 90 мм каждый. Питать всю систему будет блок питания формата ATX от компании Cougar с номинальной мощностью в 600 Вт. При этом по 12-ти вольтовой линии доступно лишь 540 Вт. Данный блок питания может похвастаться сертификатом 80 Plus Bronze, а это значит, что КПД выше 81% и блок питания обладает рядом защит, таких как защита от перегрузки по мощности, по току, по напряжению, от пониженного напряжения, от короткого замыкания. Еще одним жирным плюсом данного блока питания является его стоимость, по сравнению с конкурентами. И да, блок питания на 600 Вт для такой сборки с большим запасом. В пике сборка на Intel будет потреблять приблизительно Ватт 250. На Ryzen чуть больше. На будущие апгрейды, так сказать. Тут я вам предложу несколько вариантов, а вы сами решайте, какой вам подходит по цене и дизайну. Все предложенные корпуса будут форматом MidTower с сетчатой передней панели. Почему не MiniTower? Ведь материнская плата у нас формата MicroATX. Я не советую вам самих себя загонять в маленький корпус. Да, он дешевле, но оно того не стоит. Моим фаворитом является корпус от компании Zalman, Zalman i3. Не перепутайте, Zalman i3 Edge. У Edge передняя панель из стекла, что совсем не по фэншую. Основной плюс Zalman i3 это 4 120 мм вентилятора и установленные в местах забора воздуха полевые фильтры. Управление вентиляторами осуществляется кнопками на корпусе, через реабаз. Также корпус обладает внушительным внутренним пространством, что позволяет установить видеокарту длиной до 360 мм и процессорный кулер высотой до 156 мм. Из минусов только статичная подсветка, которую нельзя выключить и боковое окошко из оргстекла. Следующий корпус AeroCool ORG. Он похож на Zalman i3. Из отличий более компактные габариты, боковое окно из закаленного стекла, наличие встроенного карт-ридера и уже 3 вентилятора вместо 4. Из минусов вентиляторы без управления скоростью вращения, отсутствие полевого фильтра на передней панели и так же как у Zalman статичная подсветка, которую нельзя выключить. Более подробный обзор данного корпуса есть на канале, ссылка будет по-сказки сверху. Дальше компромиссное решение. Cougar MX350 Mesh X. Хороший добротный корпус. Главный недостаток это только один предустановленный вентилятор. Отсюда и такая цена. Из трех магазинов есть только в DNS. Второе компромиссное решение это корпус PowerCase Mistral X4 Mesh. Это для тех, кто хочет все и сразу. За маленькую цену вы получаете 4 вертушки плюс закаленное стекло. Но будьте готовы к шумным вентиляторам, тонкому металлу и так далее. Ведь на многом производителю пришлось сэкономить, чтобы выдать такой ценник. В наличии только в онлайн трейде. Для хранения данных могу предложить два решения. Первое SSD формата M.2 компании Silicon Power. Не зря же выбрали материнские платы с M.2 разъемом. Накопитель работает по интерфейсу PCI-Express 3.0 x4 и имеет объем 256 гигабайт. С учетом современных игр, объем которых доходит до 150 гигабайт, это очень мало. Отсюда и второй вариант. Жесткий диск от компании Seagate, объемом 1 терабайт. На стороне SSD огромная скорость в записи и чтении данных, отсутствие какого-либо шума от него, компактные габариты и размещение напрямую на материнской плате. А значит не надо никаких проводов. Жесткий диск в свою очередь отвечает объемом и большим ресурсом работы. По стоимости они примерно равны, так что выбирайте, что необходимо именно вам. Тесты будем проводить в разрешении Full HD, без разгона и естественно с выключенной трассировкой лучей. Начнем с киберспортивных игр, как правило не требующих мощного железа. Первая игра Counter-Strike GO. Настройки максимальные. У 10400F средняя частота кадров держится на отметке в 120 кадров в секунду. Частота кадров при редких событиях опускается до отметки в 120 кадров в секунду. У Ryzen чуть хуже. Средний фреймрейт 207 FPS. Редкие события с проседаниями до 90 кадров в секунду. Следующая игра Dota 2. Настройки максимальные. Тут процессоры показывают схожую производительность. Средний FPS держится на отметке в 130 кадров в секунду. Частота кадров в редких событиях проседает до 20 FPS. Call of Duty Warzone. Настройки максимальные. В Warzone 10400F по среднему FPS на пару кадров впереди. Со значением в 61 кадр в секунду. С проседаниями в редких событиях до 45 FPS. Ryzen по среднему кадру показывает 58 FPS. Средние события 39 кадров в секунду. Assassin's Creed Valhalla. Тут уже GTX 1650 не справляется на ультра настройках. Получаем около 20 FPS. Что уже маловато для нормального гейминга. Снижаем настройки до средних. Получаем в районе 45 FPS на обоих процессорах. Battlefield 5. Ультра настройки. Сборки опять показывают схожий результат. В районе 59 FPS по среднему кадру. Как видите, сборка на основе GeForce GTX 1650 в 2021 году еще что-то может. Да, современные проекты уровня AAA на высоких и ультра настройках ей уже не покоряются. Придется довольствоваться средними или даже низкими настройками графики. А вот для прошлогодних хитов или киберспортивных игр производительности с GTX 1650 хватает. По производительности процессоры практически равны. В играх у XTSTF есть небольшое превосходство. Но на GTX 1650 это сводится к паре кадров, которые вы не заметите или можете уравновесить разгоном райзена и памяти, чего лишен процессор от Intel на бюджетных чипсетах. Но что покупать, решать конечно же вам. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Этим вы поможете развитию канала. А я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok